Сегодня практически каждое государственное и муниципальное учреждение имеет собственные сайты. Через них можно получить большую часть услуг, предоставляемых учреждением или госслужбой. Главное, чтобы у гражданина имелся доступ к порталу госуслуг. В то же время граждане могут обратиться в многофункциональный центр и в одном месте получить несколько наименований услуг. Многие специалисты учреждений и ведомств оценили преимущества работы МФЦ. Можно просто обратиться в многофункциональный центр, запросить ту или иную услугу и также через несколько дней, например, если получение снился, то день или два занимает времени. И то есть это быстрее намного. Через портал электронных сервисов и услуг Пенсионного фонда можно подать заявление о назначении пенсии и доставке пенсии, заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи. Также вы можете подать заявление через многофункциональный центр. Только по линии Пенсионного фонда в многофункциональном центре можно получить порядка 13 видов государственных услуг. Столько же наименований услуг оказываются специалистами МФЦ по линии налоговой службы. Отделениями государственными учреждениями ЯНО МФЦ предоставляются следующие государственные услуги. Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве ИП. Бесплатное информирование, в том числе в письменной форме налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о взаимодействии налогов и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Проинформируют специалисты центра и о порядке начисления налогов и сборов, предоставят выписку из Единого государственного реестра, примут заявление от физических лиц на оформление налоговых льгот, на имущество, землю и транспорт. По информации налоговиков, более половины посетителей предпочитают получать услуги через многофункциональный центр. Пользуются спросом у губкинцев и другие виды услуг, предоставляемые МФЦ. Артем Гилаев через центр оформляет прописку. Быстро все сделали. У меня семья большая, 5 человек, в течение 40 минут все оформил. А если бегал по уютный город и паспортный стол, ну, в день ушел. Быстрота обслуживания и возможность получить несколько видов услуг в одном месте – главное удобство при обращении в многофункциональный центр. Каждый заявитель может получить сразу несколько видов услуг. Для этого при помощи секретаря-администратора необходимо взять мультиталон. Попасть на прием можно как по живой очереди, взяв талон и ожидая приглашения в зале, либо по предварительной записи. Предварительно записаться можно на сайте многофункционального центра, либо по телефону. Прежде чем обратиться в многофункциональный центр, многие граждане получают предварительно консультацию на сайте центра, где узнают, какие документы необходимы для получения той или иной услуги. В последнее время стали востребованы обмен и выдача водительского удостоверения через МФЦ. Для этого необходим небольшой перечень документов. Наиболее востребованы у жителей города Губкинского услуги ОМВД в части замены паспорта гражданина Российской Федерации, оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации, регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства, справка о наличии или отсутствии судимости. В последнее время стала пользоваться популярностью услуга по выдаче или обмену водительского удостоверения. Зачастую, прежде чем обратиться в многофункциональный центр, граждане приходят на предварительную консультацию и узнают, какие документы необходимы для ее получения. Медицинское заключение. Фотографии не нужно. Мы сами фотографируем здесь на месте. Госпошлина в размере 2000. Соответственно, паспорт Российской Федерации. Всего с начала текущего года за получением различных государственных и муниципальных услуг в многофункциональный центр Губкинского обратилось почти 18,5 тысяч человек. На сегодняшний день через МФЦ можно получить 99 наименований услуг. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Олег Семагин. Новости Губкинского.